Привет, друзья! Сегодня у нас на канале обзор планшета HTC A102. Казалось бы, при чем тут планшет к котам и к велосипеду? Сейчас все расскажу. Поехали! Вот этот планшет, я брал его для путешествий. И соответственно у меня были требования, чтобы был GPS, поддержка SIM-карт, высокая автономность и большая батарея, большой экран и невысокая стоимость. Я рассматривал планшеты Lenovo Tab M10 и Huawei MatePad SE, которые будут немножко побыстрее, чем этот. Но Lenovo мне не понравился, у него всего 3 ГБ УЗУ. А у Huawei есть вариант с 4 ГБ УЗУ, но там операционная система Гармони ОС и там нет служб Гугла и, например, тот же YouTube там без шаманства не запустишь. Но давайте уже к нашему клиенту. Планшет HTC A102 относительно новый, модель 2023 года. Надо сказать, что HTC уже не тот HTC, который выпустил первый смартфон на андроиде. Этот планшет произведен компанией Waterworld International Industrial по лицензии HTC в Гонконге. И на сайте русскоязычном или международном сайте HTC этого планшета нет. Он есть только на сайте HTC Africa, но тем не менее планшет активно продается по странам бывшего СНГ, а вот на Алиэкспресс, например, его пока нету. Цена. Я купил свой планшет на Wildberries в марте 2023 года за 560 белорусских рублей. Это около 16 тысяч российских рублей. Потому что у белорусских продавцев он стоит 900. Думаю, на сегодня на Wildberries самая адекватная цена за такого класса планшет. Пришел он в тонкой коробке. Спасибо Wildberries, что не разбили. Могли бы и получше упаковать. Устройство лежит прямо за картоном, вверх стеклом. Достаточно небольшого удара по коробке и хана. Доставка заняла два дня, потому что планшеты отгружались прямо со склада Wildberries, а не откуда-то издалека. Поставка. Планшет в пакетике. Зарядка с разъемом USB-A на 12 ватт. Поддерживает напряжение 5, 9 и 12 вольт. Кабель USB-A на USB-C длиной около метра. Планшет поддерживает быструю зарядку. При зарядке от комплектного блока питания заряжается напряжением 9 вольт. Но при этом потребляет мощность всего 10-11 ватт. То есть так, как с обычной зарядкой 5 вольт на 2 ампера, а не быстрой зарядкой. Что печалит. В комплекте чехол-бампер силиконовый. Вот за это спасибо. Планшет новый, аксессуаров в продаже почти нет. Но хоть такой чехол будет. Чехол усилен по краям и создает бортик вокруг экрана, что предотвратит царапины, если положить устройство экраном вниз. Камера тоже оказывается заглублена. Потом я думаю купить чехол-книжку. И еще в комплекте была скрепка для извлечения лотка. Что же мы получаем за эти деньги? В плане ощущений устройство приятное. Тут алюминиевый корпус. Толщина 8 миллиметров. Вес 548 грамм. Вместе с чехлом 654 грамма. Рамки экрана небольшие. Если мы держим планшет вертикально, то сверху у нас две решетки динамиков. Кнопка питания без сканера отпечатков пальцев и дырочка. То ли это дополнительный микрофон, то ли сброс. Пока не ясно. Вот зависнет, будем тыкать. А так принцип работай и не трогай. С правой стороны вверху качелька громкости. Внизу на правой грани отверстие микрофона. На нижнем торце у нас разъем USB-C, еще две решетки динамиков и лоток для двух сим-карт или одной сим-карты и карточки памяти. С правой стороны коннектор для клавиатур, которых клавиатур именно к этой модели планшета пока нет в продаже. И еще один микрофон к железу. Надо сказать, что планшет по железу отличается от большинства современных бюджетных моделей. Сейчас они построены в основном на чипах Unisoc. К Unisoc у меня предвзятые отношения, слишком уж тормозят их изделия как субъективно, так и в тестах. В нашем же планшете процессор Mediatek Helio G85. Хоть он и не топовый и послабее Snapdragon, но все же не тигр от Unisoc. Ему в придачу 8 гигабайт оперативной памяти. Да, современные приложения жрут память как не в себя, поэтому я отказался от более старых планшетов. Хранилище здесь на 128 гигабайт и поддерживаются microSD карточки до 256 гигабайт. В Antutu наше устройство выдает 225 тысяч баллов, что похоже на прочие планшеты на этом процессоре. Для игр может быть и маловато. Кому нужно детально, можно поставить видео на паузу и посмотреть отчет Antutu. Интерфейс не тормозит и не лагает. Давайте к экрану. Для чего нам планшет? Посмотреть кино, YouTube, фотки. Но мне еще карты посмотреть, маршрут спланировать. Диагональ 11 дюймов. Разрешение 2000 на 1200 пикселей, что чуть-чуть больше Full HD. Плотность пикселей 240 точек на дюйм. Мне достаточно, я пикселей не вижу. В таком разрешении можно нормально смотреть десктопные сайты, а не мобильные версии их. Матрица, IPS, углы обзора. Изменение цветов и яркости незаметно. Частота обновления экрана 60 Гц. Может для игры то и маловато, а для видео вполне хватает. Насчет стекла, если тут горила глаз или какая-то защита от повреждений непонятно. Я сам планшет не ронял, а производитель не пишет. По яркости, хотелось бы побольше. В помещении нормально, а вот на солнце видно, но хотелось бы большего. С другой стороны, чтобы читать в темноте, нужна низкая яркость. А тут она на минимуме высоковато. Подсветка слепит глаза. Приходится в меню андроида специальные возможности устанавливать дополнительное программное затемнение. На экране сразу наклеена защитная пленка, а поверх нее еще и транспортировочная, которую не жалея срывайте. После производительности экрана на третьем месте стоит автономность. И здесь она на уровне. Батарея 8000 мАч. Производитель обещает 8 часов воспроизведения видео, 9 часов веба, 7 часов игр. Можно включить режим энергосбережения, при котором ограничиваются фоновые процессы. Про звук. Решеток динамиков 4. И самих динамиков тоже 4, все играют, я проверял. Качество звука достаточно для просмотра видео. А вот разъем под наушники отсутствует. Добро пожаловать в беспроводной мир. Придется мне покупать новые Bluetooth наушники, в старых у меня одно ухо не играет. И да, с этого планшета можно звонить. По сути это огромный 11-дюймовый телефон. На экран сразу вынесены значки номера набирателя и смс. Поддерживается передача данных 4G и две сим-карты. Есть Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5 ГГц. GPS здесь есть. Поддерживает GLONASS и Galileo. USB-C поддерживает OTG. Можно подключить мышь или клавиатуру. Работает. А еще я подключал планшет к компьютеру, как еще один дисплей. По Wi-Fi с помощью программы Space Desk. Прикольно получилось. Возможно буду использовать при монтаже видео. Вечно мне места на экране мало. А можно монтировать видео на самом планшете. Экран позволяет. О камерах. Они есть. Сзади написано AI камера 20 Мп. Но не рассчитывайте на хорошее изображение. В большинстве планшетов камеры для галочки. Сфотографировать расписание или какой-нибудь документ пойдет. 20 Мп дадут детализацию, если хорошее освещение и не дрожат руки. Видео задняя камера записывает 180, 30 кадров в секунду. Видео с основной камеры планшета HTC A102. Видео с селфи камеры планшета HTC A102. Программное обеспечение. Планшет работает на чистом двенадцатом андроиде. Без никаких украшательств. На данный момент обновлений прошивки никаких нет. Поддерживается разделение экрана. Что на таком большом дисплее полезно. При первом включении сразу предлагает перенести информацию и приложение с телефона. От чего я отказался, все же планшет мне немного для другого. Из коробки сразу стоит куча российских приложений как Госуслуги, ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс Браузер, Маруся. Ну благо большинство из них можно просто удалить. А то что не удаляется, а не удалился Яндекс Браузер и Яндекс Старт, можно отключить за ненадобностью. Если заняться, то можно их удалить насовсем. Нужен рот доступ. Также стоит российский магазин приложений Рустор, который назван просто Приложение. Неопытный пользователь побоится его удалять и будет пользоваться. Но нам не надо в корзину. На планшете есть магазин Google Play и сервисы Гугла. А вот установленный на планшет YouTube выдавал ошибку и отказывался подключаться к сервису. Но после обновления заработал нормально. Что сказать по итогу? Планшет своих денег однозначно стоит. Цена небольшая, меньше 200 долларов. Экран большой и хороший. Для моих целей должно быть окей. Но, как обычно, есть противное но. Нет защиты. Нет ударов, нет влаги. Быстрая зарядка, нифига не быстрая. Аксессуаров продажи нет. Надеюсь, временно. Процессор в 2023 году могли бы посовременнее поставить. Например, G99. А не взять со свалки залежи G85. Нет сканера отпечатков. Но это не в этой ценовой категории. Для сравнения, сейчас можно взять на Алиэкспресс за 260 долларов защищенный планшет Oukitel RT8. На процессоре Helio G99. С аккумулятором 2000 мАч. Узу 6 гигабайт. Хранилище 256. Экран те же 11 дюймов. Камера 48 мегапикселей. 33 ватт адаптер питания. Но это пока там на Али акционная цена. Здесь же у нас в Беларуси HTC A102 вполне можно покупать. Если не для тяжелых игр. Как у него с надежностью? Посмотрим. Для этого надо хотя бы полгода попользоваться. Как говорится, думайте сами, решайте сами. Планшет хороший, бренд известный. Под мои задачи подходят. Посмотреть в поезде, самолете, отеле видео. Почитать книжку. Спланировать на карте маршрут. Возможно смонтировать небольшое видео. На этом все. Всем мира и добра. До свидания.